Приветствую вас на канале Центра Движения! Если вы смотрите это видео, то понятие инфантилизм для вас не пустой звук. Инфантилизм – это сознательный или бессознательный отказ от взросления. Поэтому инфантильными часто называют людей, которых можно охарактеризовать как большие дети. Но это не всегда правильно. Нет ничего страшного в том, чтобы иметь несерьезное хобби или уметь расслабляться и отдыхать. Если рассматривать инфантильность как признак незрелости, то для определения проблемы нужно узнать все симптомы инфантилизма. Только в этом случае можно точно определить, является ли человек инфантильным или можно ли считать это серьезной проблемой. В наше время родители слишком опекают своих детей, отдают им лучшее, защищают на всех уровнях социальной жизни. Тем самым порождают слабые личности. А зачем что-то делать и принимать взрослые решения, если можно уйти от взрослой жизни и положиться на других? С этим девизом инфантильные люди живут до тех пор, пока всю ответственность можно переложить на кого-то другого. Родителей, супруга, друзей, коллег и даже своих детей. С развитием технологий, которые облегчают нам жизнь, инфантильных людей становится все больше. Основная теория возникновения признаков инфантильности в том, что детям не нужно работать с самого юного возраста. Со взрослением по паспорту зрелость мышления и поведения так и не приходит. Я Владимир Осин, тот самый сын Татьяны Осиной из ее лекций, в которых она рассказывает историю преодоления зависимости и мужа, и сына в своей семье. Можно посмотреть их на нашем канале. Более 20 лет я не употребляю наркотики и алкоголь. А фрагменты из лекций набрали более 26 миллионов просмотров в ТикТоке. Итак, вот 10 признаков, которые показывают, что человек инфантилен. Первое. Отказ принимать на себя ответственность. Инфантильный человек не желает принимать важные решения. Такие люди никогда не сделают чего-то выдающегося. Для этого нужна смелость и взрослость. Второе. Эгоизм. Самый частый признак, в чем проявляется инфантильность. Желание потакать только своим прихотям, жить в свое удовольствие. Инфанты не способны на сочувствие, самопожертвования и обеспокоены только собственным комфортом. Третье. Желание все время развлекаться. Как проявляется этот признак, понятный из поведения человека. Если мужчина или женщина желает все время проводить на танцполе, в баре с друзьями или просто в компьютерных играх, стоит об этом задуматься. Четвертый признак. Нежелание развиваться. Инфантильные люди боятся что-либо менять в своей жизни. Они не развиваются, нет целей, поэтому они часто довольствуются малым. Опять же, это весь мир виноват. Они бы все сделали, но слышали, что у кого-то не получилось и все, значит и у них не получится. Пятый признак. Стереотипность. Они плохо понимают, что им нужно от жизни, совершенно не воспринимают критику и не способны дать себе оценку. Поэтому всю жизнь и топчутся на месте в надежде, что кто-то их отведет за ручку в нужном направлении. Шестой признак. Капризность. Инфантильность в поведении часто выражается в капризности, завышенных требованиях и желании все время получать, ничего не отдавая взамен. Такое поведение чаще всего наблюдается у мужчин. Это вполне логично, ведь мамы их опекают и контролируют все аспекты их жизни. Чаще всего такие мужчины остаются жить с мамой, потому что годной замены просто не существует, и любящая мать не отдаст свое сокровище абы кому. Даже если мужчины-инфанты обзаводятся своей семьей, мать не даст им покоя. Что покушал сынок и как невестка погладила рубашку. В браке он будет требовать полной опеки, как делала его мать. Седьмой признак. Инфантильность в одежде проявляется несколькими способами. Это могут быть яркие вычурные вещи с веселыми принтами, горошинками, бантиками. Также инфантильность в одежде проявляется в том случае, если взрослый человек одевается не так, как ему хочется, а подбирает одежду по указанию супруга, матери или другого человека. Женщина-инфант в любом возрасте может надеть кофту с Микки Маусом и неприлично короткую юбку. Сделать подростковый макияж, татуировку или пирсинг. Но яркий наряд не всегда признак инфанта. Возможно сейчас так модно и человек следит за трендами. В данном случае инфантильность в одежде выражается в том, что яркий модный наряд банально не идет человеку, либо не соответствует дресс-коду. Восьмое. Нулевая ответственность и максимум требований к партнеру. Инфанту сложно понять, что не все ему должны. И у него тоже есть свои обязанности. При этом поведение представителей сильного и слабого пола в отношениях различается. Признаки инфантильности у женщин это стремление к безграничной власти и нулевой ответственности. Таким дамам обязаны все мужчины мира, да и вообще все люди в принципе. Признаки инфантильности у мужчин проявляются в детском поведении, желании только развлекаться. Между серьезным, возможно прибыльным делом и развлечением он выберет второе. Ведь чтобы посидеть в баре, не нужно принимать решения и чем-либо рисковать. Он никогда не возьмет на себя ответственность. Девятый признак. Перекладывание вины. Маленький ребенок, споткнувшийся об бордюр, будет винить бордюр, а не свою невнимательность. По мере взросления человек начинает осознавать, что в своих бедах виноват преимущественно он сам. Но это не касается инфантильных людей. Они всегда винят кого-то или что-то. Родителей, друзей, преподавателей, государство, судьбу. И десятый, заключительный признак – мечтательность и впечатлительность. Инфантильные люди часто выбирают себе творческие профессии, так как любят витать в облаках. Их легко удивить. Любая мелочь может привести их в восторг или наоборот вызвать бурю негативных эмоций. Часто они предаются фантазиям о том, как достигнуть небывалого успеха. Однако, при этом они не делают ничего для того, чтобы реализовать свои мечты. Когда человек ищет, как преодолеть инфантильность, ему нужно в первую очередь полюбить себя и принять свои слабости. Только взрослый человек может осознать собственное «я» и принять его. Важно осознать свои сильные и слабые стороны. Единственное, что приносит человеку истинное счастье – это отношения. Никакие миллиарды не заменят близкого человека. Чтобы сделать его счастливым, нужно взрослеть, потому что никому не нужен ноющий спутник ребенок. Борьба с инфантильностью в себе – это сложный, часто болезненный процесс. Но результат того стоит. Только полностью сформировавшийся человек способен обрести истинное счастье и подарить его другому. Не пугайтесь, если вы обнаружили у себя признаки инфантильности. По статистике, лишь 1% населения не обладает ни одним из них. Если вы по жизни инфантильный человек, необходимо принимать меры для собственного счастья. А если вам иногда хочется накупить кучу сладкой ваты и весь день кататься на карусельках, так это только плюс – перезагрузка нужна каждому. Поделитесь этим видео с теми, кому оно будет полезно. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok